Две вульгарные девки! И это слишком грубо. Потому что когда две девочки такие сидят, типа, иди нахуй. Всем привет, меня зовут Ольга, и я живу в Бразилии. Вы даже не представляете, какого гостя я вам сегодня заполучила. Это прекрасная Мария, она лингвист-переводчик с португальского-бразильского, а еще специалист по сленгу и мату. Всем привет, я Маша, я живу в Бразилии уже три года, и сегодня мы с вами поделимся чем-то очень интересным. Моего замика из Бразилии, Рус, Ващи, Сироса, Видео и Шорар. Несомненно, русский язык очень богатый, и, естественно, в языке всегда присутствует фольклор, какая-то нецензурная лексика, брань, и так как бразильский, португальский нереально богатый точно так же язык, то там все это тоже есть, правда, Маша? Конечно. В мате, на самом деле, ничего такого особенного нету, это просто часть языка. Я знаю, что многие русские стесняются мату, и говорят, что, ой, да зачем мне это знать, вообще, нет, не нужно меня мату учить, я чистый, светлый человек, белый, пушистый, я никогда не матерюсь. На самом деле, бразильцы вообще не такие, и даже если вы в жизни реально белый, пушистый, все равно знать мат, это не значит, что вы его употребляете направо и налево. Бразильцы, особенно кариоке, в частности, очень любят материться, и бразильский мат, он не такой жесткий, как русский, вот даже на слух. Они пользуются очень играючи, легко, так, с иронией. Они все время говорят с матом? Вообще все время. То есть я помню, что мне сказали, что там есть слово какое-нибудь, типа, коралю, его нельзя говорить, и я иду по улице или еду в метро, коралю, 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 оно просто такое со всех сторон, и я уже начинаю думать, если вы приедете в Бразилию, и вы тоже будете со всех углов это слышать, поэтому лучше знать, что вы будете слышать. И если вдруг вас пошлют, чтобы вы поняли, куда... Как послать человека по-португальски? Ну, зависит от того, куда вы хотите его послать. Если не очень далеко, так, поближе, можно сказать Вай ту мануку. Вай ту мануку. Ну, можно еще и пожестче, если совсем подальше послать, то можно сказать Вай си фуде. Вай... Вай си фуде. Вай си фуде. Надеюсь, что моя португальская мама не смотрит это видео. Скажи что-нибудь просто еще. Очень-очень плохое. Очень-очень плохое на португальском. А фуде си туду. А фуде си туду. Фуде си. Фуде си это... Да ну его это все. Пошло все к черту. Но только матом. В русском языке неотъемлемой частью вот этого фольклора является обязательно производное от одного слова все плохо. Просто... В русском у нас это через существительное. Все полный капец. По-португальски это можно выразить глаголом. Мы берем глагол фудер и ставим в прошедшее время. Фудеу. Фудеу было так. Фудер это заниматься... Спариваться. Да. А, так есть в русском такое. Я безусловно безумно горда русскими языками его богатств. И от одного слова можно произвести любые версии. Типа все плохо, или все хорошо, все хреново, или охрененно. Я помню такой момент, когда я познакомилась с бразильцами, и они стали меня, ну, конечно, учить немножко мату, и стали рассказывать, что португальский язык, особенно бразильский, он уникальный, потому что можно одним и тем же словом выразить что-то очень хорошее и очень плохое. Как вот с примером слова Фудер. Ну, я такая, ну да, в русском же так же. Братья не по крови, но по лексикону. Погнали, типа, Блиц. Что за хрня? Кипога ээса! Ни-ня нету! Ничегошеньки! Пога не юма. Пога не юма. Засунь себе это все в... Инфиенуку. Эй-та пога. Все ногты же, блин. Я дома там и посуду мою, и там все стираю. Короче, я делаю все. Можно сказать, элфасу, а пога тоже. Сукин сын. Филю допута. Или филя допута. То есть тут про дочь можно тоже сказать. Вот это слово-паразит из трех главных. Просто это типа Пога. Мэ. Пога. Ни-ня. Пога. Кроме вот слова Пога, которое мы уже взяли, есть еще Коралю. Буквально это означает. То есть можно просто воскликнуть Коралю. И еще вариант это Пута Кипарил. Женщина легкого поведения, которая родила. Ну, его... Кукуева. Да. Ла на казу до Коралю. Много значений. Да... Дофига. Дофига. Про Коралю. Мне так неловко, что Маша вообще так профессионально и... Лаконично об этом всем говорит. Да. Вот есть профессионал, называется. Еще есть такое замечательное выражение Теуку. Эту фразу можно использовать, когда у вас уже просто больше нету аргументов, но хочется закончить дискуссию. Вот просто мы с тобой спорим, спорим, я же все. Теуку. Отвернулась и ушла. Бразильцы очень любят. Просто. И ближайшее значение к русскому языку это... Твоя жуку. Опс. Такая вариативно-нецензурная лексика в португальском языке иногда перекликается с русскими словами, поэтому, когда вы приедете в Бразилию и если вдруг вас случайно зовут Галина Королева, какая-нибудь Галина Королева сейчас смотрит это видео и ненавидит меня, то вам надо быть осторожным. Ну, во-первых, Галина, имя созвучно со словом Галини, это курица. Почему, например, Королева тоже не очень хорошо? Потому что это созвучно со словом Королев, который означает член. Которое мы, да, очень много раз сегодня уже успели повторить. То есть Сергеем не очень хорошо в Бразилии, потому что это похоже на быть геем, Сергей. Нам нужна срочно ответочка с португальским именем, которое звучит нецензурно на русском языке. Ну, вот, есть бразильское имя Хуй, мужское. Это мужское имя, а не то, что вы подумали. Считайте, что это был самый продуктивный урок португальского в вашей жизни, потому что в учебниках такого не напишут. Всех призываю к Машиному инстаграму, где подробная информация про португальский язык и тот, как он на самом деле вообще звучит в Бразилии. Я люблю рассказывать именно про живой язык, потому что, ну, реально, если вы будете учить только по учебникам, без сленга и без знания матов в Бразилии даже не суетесь. Иначе вы не поймете, что имеет в виду даже таксист. Все, теперь время против купаться. Я вас всех целую, обнимаю. Всем мои объятия. Чао-чао. Шедеврально. Шедеврально!